Уже несколько лет подряд приходится наблюдать несколько американских ресурсов, посвященных вопросам вооружений, и за это время удалось заметить некоторую тактику подачи материалов. Причем это такие ресурсы, где информация формируется американцами и для американцев. Им в голову не приходит, что это будет читать кто-то из Украины и делать свои выводы, ну а выводы получаются интересные. Видимо, подобные ресурсы так или иначе содержат бывшие военные, плотно работающие с ВПК, и они формируют взгляды соотечественников на угрозы, которым следует противостоять штатам. Угрозы именно в плане вооружений, которые разрабатывает или внедряет вероятный противник, которым там считают Китай и Россию. Именно в такой последовательности. То, что американцы воспринимают как действительность, из Украины смотрится несколько иначе. Изгущая краски, приведем пример того, как работают эти ребята. Ну, например, усиленно они пишут о том, что в России на новый технологический уровень выведено боевое паровозостроение. Причем паровозы получили динамическую броню и специальные глушители на трубы, и теперь движутся почти бесшумно и с огромной скоростью. Более того, теперь поезда не привязываются к углю, а могут использовать валежник и маневрировать так, как ни один бронепоезд этого не мог делать за всю историю бронепоездостроения. В общем, иногда хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что читаешь американское издание, а не смотришь передачу об оружии имени Прокопенко. Из этого идет два следствия. Россияне мониторят этот ресурс и используют ссылки на него в подтверждение собственной крутости в плане аналогов нет. В то же время эксперты предлагают срочно разрабатывать противобронепоездные ракеты и специальные реактивы для травли бронепоездов и даже предлагают провести конференцию с требованием запрета бронепоездов и вообще бронепоездостроения. Это все шутки, конечно, но тем не менее вместо бронепоезда можно подставить гиперзвуковая ракета или подводный ракетоносец, а если угодно самолет ФАК-ПА или танк Армата. Ну а далее по тексту. Ну вот что интересно, огромные средства, вбуханные вероятным противником в свои проекты, в конце концов дают мизерный выхлоп и оказываются тупиком, а от пышно разрекламированных тем приходится потихонечку отказываться. Американцы могут себе позволить такую игру, поскольку технологический и производственный потенциал у них несколько выше, чем у оппонентов, что они могут просто подыгрывать им, чтобы эти по уши вляпались в заведомо безнадежные мероприятия. Кстати, подобная тактика у Америки была еще во времена Холодной войны и их гонки вооружений в космосе. Но вернемся к сегодняшнему дню. Так, недавно Путин с удовольствием показывал мультик о том, как ракета «Авангард» летит со скоростью 20 махов, маневрирует, ну и всех побеждает. Наверное, самым благодарным зрителем оказался американский ВПК. Такого сладкого пряника они сами никогда не смогли бы испечь и уговорить свое правительство увеличить финансирование о создании новых систем вооружений. Кремль помог даже таким дешевым мультикам, который показал Путин. Теперь отдельной статьей расходов значится создание систем для перехвата гиперзвуковых ракет. Громче всего американцы рассказывают о том, что DARPA готовит ответ российским и китайским гиперракетам в виде противогиперзвуковой ракеты-перехватчика, которая будет более быстрая, более маневренная, чем ракета противников. Однако россияне прекрасно понимают, что их собственные опыты показали практически абсурдность заявления о маневрировании ракеты в нижних слоях атмосферы со скоростями около 20 махов. Поэтому они понимают, что американцы просто не смогут создать более быструю маневрирующую противоракету. Но фокус в том, что та же самая DARPA заканчивает подготовительные работы для повсеместного внедрения лазерного оружия. Причем речь идет об одновременном его внедрении в авиации, флоте и сухопутных войсках. В этом случае речь идет об оружии, которое работает со скоростью света, а не звука, и потому сразу же оставляет потуги противника в позавчера. Уже сейчас речь идет о том, что твердотельный лазер мощностью в 30 кВт имеет батарею весом в 150 кг и объемом до кубометра, и процесс уменьшения массогабаритных характеристик батарей продолжается. Ожидается, что в начале 20-х годов боевые лазеры начнут массово поступать на вооружение вооруженных сил США. Известно, что в программу подготовки и переподготовки офицеров ВМФ и ВВС США уже входит изучение тактики боя с применением именно лазерного оружия. Причем уже известно, что применение этого вида вооружений обусловлено несколькими возможными видами воздействия на цель, в частности уничтожение, повреждение или выведение из строя датчика в цели. В зависимости от того, с чем имеет дело оператор лазерного оружия, выбираются различные режимы воздействия. Но и это еще не все. Ожидается, что миниатюризация оружия на основе лазера приведет к уменьшению боевой нагрузки того же F-35, которому уже не понадобится часть обычных вооружений или от них можно будет просто отказаться. Вместо этого самолет может принять больше топлива, что существенно увеличит длительность миссии. А кроме того, такие системы вооружения будут требовать меньше внимания обслуживающего персонала, что увеличит время теоретического нахождения системы в боевом состоянии. Кроме того, ходят упорные слухи о том, что именно лазерное оружие сразу получит самую тесную интеграцию с бортовыми системами искусственного интеллекта, что повысит скорость реакции всей системы, ну а значит повысит ее эффективность, в частности при перехвате гиперзвуковых ракет. И еще одно важное преимущество лазерного оружия уже сейчас сделает его чем-то прорывным и уникальным. В отличие от других систем вооружений, лазерное легко масштабируется. То есть воздействие на одну цель сразу несколькими лазерными лучами кратно увеличивает силу его воздействия. Ну а в Штатах сейчас испытывают боевые лазеры, которые одновременно, используя световые потоки разного цветового диапазона, могут работать совместно. То есть в теории возможно использование целого пучка лазерных излучателей, и этот самый пучок будет работать с кратно большей мощностью. В общем, пока в Скрипостане вытирают слюни после просмотра мультика о ракете «Авангард», штаты уже заканчивают отладку комплексов наземного и воздушного базирования для проведения натурных испытаний, приближенных к боевым. Авиационный комплекс уже существует в виде подвесного модуля. Однако для F-35 будет изготовлен собственный модуль, поскольку самолет изначально проектировался под возможность использования лазерной пушки. Ну а россияне могут и дальше гордиться Путиным, Авангардом и замечательным мультиком про ракету и ежика в тумане. Как было написано на одном из самых знаменитых бардаков Шанхая, кто на что учился.